seo в деви page builder а именно встроенная возможность в шаблон деви прописывать к записям wordpress title description меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так минуя популярные плагины для seo это usc один из самых популярных плагинов я всегда склоняюсь к тому если вы используете какую-то мощную тему коммерческую как правило в шаблоне бывает есть все что нам необходимо и если в шаблоне есть такие опции важные как добавлять к нашим записям на wordpress если мы введем блок добавлять ну и страницы тоже title description все знают что в самом wordpress изначально нельзя добавить title description надо ставить плагины каждый новый плагин на сайте это нагрузка на сайт и впоследствии тормознутый сайт но это так условно грубо сказано это если вы его всего поставить не значит что сайт будет тормозить но я склоняюсь минимизировать установку дополнительных плагинов если у вас в шаблоне есть необходимые настройки и давайте ближе к теме сначала нужно определиться да с ключевыми словами например для главной страницы в данном случае у меня вы видите вкладке браузер написано главное просто так для страницы главное нельзя оставлять слово главное здесь должен быть основной ключевой запрос по которому вы хотите продвигать эту страницу а потом идет труба или вертикальная линия и потом какой-то дополнительный возможно ключевой запрос или это может быть просто адрес сайта то есть на сначала определиться что у нас здесь будет написано именно вот после трубы тоже 9 2 чтобы было понятно где это что это давайте прямо сначала рассмотрим то есть я перехожу в админку сайта дальше я перехожу внешний вид тема настройки далее я перехожу общие настройки далее сайт и вот эти моменты смотрите название сайта это все что у меня после косой черты идет для главной страницы я напишу здесь например свой адрес без http название сайта ну название сайта здесь не обязательно что вы должны так повторять это может быть главный ключевой запрос всего сайта вот это название сайта это название главный тайтл всего сайта ну я пишу просто сейчас адрес сайта краткое описание сайту ни в коем случае так мы не оставляем я пишу свой ключевой запрос школа федор васильев нажимаю опубликовать если обновлю главную страницу здесь по-прежнему главное здесь уже через через трубу у нас идет вот вы видите адрес сайта далее я отсюда выхожу у меня пока нет записей на wordpress я их сейчас добавлю чтобы я мог дальше вам показать настройки именно seo настройки для записей прямо в нашем деве но здесь хочу тоже кое-что показать если мы заходим в записи нажимаю добавить новую во-первых не всем нужно вот это вот создание именно записи через использовать dv builder мы видим кнопку да если мы кликнем по идее должно быть настройка записи через деви или использовать стандартный редактор каждый раз при создании записи чтобы вот не нажимать на эти кнопки и также кто кстати не любит гутенберг тоже вам можно отключить сейчас гутенберг у нас стоит гутенберг если кто еще не знает это тот же самый конструктор как 9 только это родной конструктор wordpress бесплатный и он пока что способен конструировать только записи в красивом виде там и кнопочки есть и там раздвеяние на колонке и так далее но в записи как правило мне такое не нужно и многие тоже отказываются не нравится любят использовать старый редактор wordpress поэтому кому это будет интересно также покажу хотя я уже показывала в первом видео про 9 как отключить редактор именно гутенберг я перехожу dv настройки темы и отключим вот это вот dv при создании записи то есть чтобы не возникало вот это окно потому что мне нужно это только при создании статичных страниц я перехожу настройки темы далее перехожу на вкладку builder и вот видите включить dv я отключаю проекты отключаю записи то есть мне нужно создание то есть использовать конструктор dv при создании страниц сохранить прямо здесь же переходим дополнительно и вот видите в самом низу включить классический редактор включаем классический редактор сохранить давайте посмотрим как теперь выглядит запись добавить новую сразу открывается запись без всяких дополнительных нажатий и сразу классический редактор wordpress и так я буквально сейчас набросал несколько записей чтобы я мог рассказывать дальше о том как настроить seo через шаблон dv для нашего wordpress а пока я ставлю на паузу и вернусь к вам очень быстро когда у меня статьи будут уже готовы и так я создал несколько записей здесь сейчас я покажу как использовать метод данные для статей и для страниц сначала перейдем сами в деве в настройки здесь есть отдельная вкладка seo заходим в нее мы видим с вами три вкладки еще ниже seo домашняя страница seo страница поста это наши записи и главная страница и смотрите использовать произвольный заголовок и здесь есть такой вопросе по умолчании темы использовать сочетание название описание вашего сайта который вы определили во время создания сайта но это что мы сейчас я вам показал где я прописал название заголовок для создания названия домашней страницы однако если вы хотите создать произвольный заголовок просто подключите данную опцию и заполните произвольное поле название title ниже то есть получается если мы это хотим делать мы здесь это включаем и вот ниже поле произвольный заголовок домашней страницы давайте попробуем посмотрим где и ты как это выглядит нажмем сохранить то есть это у нас будет title если мы здесь хотим это использовать для нашего сайта мета описание на домашнюю страницу если подключена то есть вот подключить мета описание то есть это у нас идет описание сайта здесь краткий заголовок здесь вот описание сайта подключить мета ключевые слова это ключевые слова через запятую ключевые слова сайта страницы Как правило, уже поисковики давно не смотрят за этим показателем Можем это даже не использовать и, соответственно, не подключать Использовать каноничный URL Это очень мощная тема Канонизация помогает избежать индексирования одинакового контента поисковыми сервисами В общем, здесь все по-русски написано и достаточно понятно Это мы включаем Использовать каноничный URL Обращаю ваше внимание, для тех, кто не знает Это нужно все настроить в SEO до того, как вы сайт добавите в интернет Именно не в хостинг разместите сайт, а именно когда покажете поисковым машинам Яндекс и Гугл О том, что этот сайт существует и что его надо индексировать То есть добавить сайт в Яндекс и Гугл До этой процедуры нужно здесь все настроить, с этим совсем разобраться Так как когда сайт будет проиндексирован, здесь лучше нам ничего не менять Следующая опция Если произвольные заголовки отключены, выберите метод автогенерации И здесь вот видите, через трубу понятно, что это идет у нас title И после трубы дополнительный ключ И здесь блок name, это имя блога и блок description То есть description однос описание, описание блога Есть возможность здесь поменять Сначала поставить блок description То есть вначале поставить описание А потом имя блога Или только блок name Без трубы и без дополнительного description То есть блок name only То есть только название блога Давайте посмотрим, сохранимся То есть смотрите, как это посмотреть на сайте Вот изменения для какой страницы Возможно будет путаница Домашняя страница и главная страница То есть домашняя страница Это то, что вы выбрали в настройках WordPress У меня домашняя страница является блок Вот мои блокпосты выводятся То есть если я прям по логотипу кликаю У меня вот он как раз видите Школа Федорова Васильева Произвольный заголовок Вот этот заголовок Он вот здесь вот во вкладке Именно title Его здесь и видно Это здесь и работает То есть если я кликаю на главную страницу Это у меня не домашняя страница Видно, потому что здесь изменений нет Здесь у меня идет главное И потом через черту адрес сайта Настройки вы можете посмотреть Чтение И вот здесь у меня в настройках WordPress Видите, на главной странице отображать Ваши последние записи То есть вот они и есть Последние записи Это и есть у меня домашняя страница Вот они, последние записи Естественно, я так не хочу оставлять У меня блок отдельно выведен И я выбираю здесь отображать статичную страницу Главная страница Это у меня будет главная страница И сохранить изменения То есть теперь Главная страница у меня является домашняя Именно вот эта страница, которую мы с вами делали То есть я по заголовку кликаю, попадаю сюда Кликаю по главной, тоже попадаю сюда И здесь вот уже для этой страницы будет действовать Получается мой title Я возвращаюсь в настройки SEO И посмотрим другие вариации То есть в начале блок description Чтобы здесь посмотреть, будет ли это работать Видите, нам сказано, если произвольные заголовки отключены, выберите метод автогенерации То есть вот эти произвольные, если мы не используем Я сохранился И вот сейчас у меня title школы Федора Васильева Черта и адрес сайта Если я выбираю, например, сначала блок name, сохранюсь Обновлюсь То в начале адрес сайта, видите, подставляется Но это потому, что у меня имя блога И потом идет уже описание сайта Если нужно поменять прямую черту Например, просто черточка или какой-то может быть символ вставить То тоже работает Вот видите, там черточка такая показывается Новички спросят у меня, как и что же выбрать вам И что влияет на SEO Вот все, что я сейчас показываю На самом деле, это просто как вам удобно Как вы считаете, что это удобно будет для ваших пользователей То есть какое выводить первым Вначале блок name или description Как правило, идет на странице сначала description, а потом имя блога Поэтому я так и оставляю Использователи вот эти произвольные заголовки Тоже смотрите сами На ваше усмотрение можете использовать В любом случае здесь у нас все выводится То есть title его видно во вкладке браузера И движемся с вами далее Переходим в SEO страницы поста Здесь подключить произвольный заголовок Здесь мы включаем обязательно Подключить произвольное описание Включаем Ключевые слова, если используете, включайте Я не использую, я не включаю Подключить канонический URL Тоже здесь мы это включаем Только не путайте Эти поля ниже не для заполнения Здесь title и description Здесь мы их не трогаем и оставляем как есть Нажимаю сохранить Ниже опции я не объясняю Тоже решайте, что выводить первым Пост title и блок name То есть я бы так и оставил И вот эти данные То есть смотрите, имя произвольного поля Для заголовка, то есть title и для description Ну и для keywords есть, но keywords я не использую По понятным причинам Вы просто отсюда как есть этот текст копируете Даже вот так блокно, чтобы сюда потом не возвращаться И скопируем давайте вот так вот SEO description Прямо как есть с нижним подчеркиванием Это переменная Сейчас я покажу, где это нужно прописать В дальнейшем уже при создании записи Вы не будете с этим заморачиваться Здесь у вас будет уже все настроено Оставляем здесь вот все вот так А дальше уже переходим в записи В любую вашу созданную запись Либо создавайте новую Я зайду вот сюда Смотрите, вам здесь потребуется произвольное поле Вот такой вот булачок Если у вас его внизу не видно Переходите вот сюда в настройки И активируйте его То есть вот видите, вот он Произвольное поле Ставите галочку И он у вас вот здесь внизу появится Здесь ничего сложного нет По крайней мере вот с этими полями То есть в данном случае у меня Кстати не прописан Нет title, нет description Нет возможности в WordPress Нужен отдельный плагин Но так как я уже сказал, что в шаблоне у нас это есть Что очень хорошо Поэтому смотрите SEO Title Вот то, что мы в блокнот с вами забрали Вы проставляете Вот сюда вот имя Вот так А вот здесь уже вы пишете на значение вашей статьи Это может быть либо продублирован сам заголовок Вашего ключевого слова По которому вы продвигаете данную статью в поисковике Либо это может быть измененный заголовок Но должен включать в себя основной ключевой запрос для данной статьи Я просто продублирую данную статью Все Это вот прописка title Так оно здесь и есть И для каждой статьи это видите не сложно быстро Раз раз и сделали И нажимаем дальше добавить произвольное поле Дальше будет проще В следующей статье у вас вот эти поля уже будут добавлены Вот смотрите следующий Description Я забираю description Проставляю его здесь Описание тоже должно быть повторяться То есть описание самой статьи Должно включать основной ключевой запрос Который повторяется в заголовке То есть когда вы пишете текст статьи Где-то в статье должен быть Даже несколько раз это может быть Склоняемый может быть заголовок Не просто вставка ключевого слова в тексте Да так уже никто не делает А естественно должен быть смысловой Должен быть смысл статьи Тут естественно статьи нет То есть вы берете часть описания С ключевым запросом По количеству символов Здесь где-то около 170 Включая пробелы Здесь около 80 Но не переживайте на этот счет Если вы вдруг больше сделаете Главное не меньше Так как поисковик сам обрежет Вам такие точки здесь появятся Далее нажимаем добавить И нажимаем обновить статью Для новичков чтобы вы понимали Для чего это и где это будет отображаться Для конкретной статьи Я покажу на примере Яндекса На примере своего сайта Вот видите школу Федора Василия Это мой сайт Вот это называется сниппет Вот представьте что это статья Вот это все что синим в заголовке Помечает Яндекс Это и есть SEO заголовок title Тот который вы прописали Сейчас вместе со мной вот здесь Он будет отображаться в сниппете Здесь Смотрите дальше идут Быстрые ссылки Дальше идет ваш адрес сайта Зеленым цветом Да А вот это идет Описание сайта То есть в сниппет попадает сюда Здесь тоже Есть ключевое слово Видите вхождение Ключевого слова Основного ключевого слова В данном случае для данной страницы Это школа Федора Василия Оно дублируется и в заголовке Оно дублируется и в описании Обязательно Это уже немножко так погружение В мир SEO так скажем Зачем это надо Понятное дело Когда человек ищет что-то в интернете Чтобы он перешел на ваш сайт Зависит от того что написано будет в заголовке И что будет написано в описании Если его сниппет заинтересует Только после этого он зайдет на ваш сайт А дальше уже будет зависеть так как сайт выглядит Как он быстро загружается Что там написано Много очень много факторов От чего зависит Задержится этот посетитель у вас на сайте или нет В общем Здесь я думаю понятно Если вы захотите добавлять и keywords Ключевые слова То также здесь это по аналогии В это поле настроите В следующих записях у вас уже будет Смотрите Вот такая вещь Вы просто из списка будете выбирать Нужные данные и записывать значения То есть вы переходите например потом в следующую статью Чтобы заполнить для этой статьи Title description Видите у нас уже внизу есть выбор То есть выбираете SEO title Пишите на значение Нажимаете добавить поле Потом выбираете description Прописывать description Все здесь уже никаких сложностей не будет И последняя вкладка SEO главная страница Здесь тоже включаем И использовать канонический URL И подключить мета описание Чтобы вы понимали что за главная страница Это архивы или блок анонса записей То есть вот у меня есть блок Вот я перехожу на WordPress Или это может быть Joomla В данном случае смотрите Joomla Ключевое слово идет С самой страницы А потом название сайта То есть категории name, block name Если я выбираю сначала block name То есть вы уже понимаете Смотрите обновляюсь И здесь меняются местами Теперь в начале подставляется название сайта То есть я рекомендую оставлять сначала категории name Здесь мы с вами разобрались И не забывайте потом зайти в каждую вашу страницу Например вот у меня есть там пример страницы Это может быть какие-то дополнительные ваши страницы Вот у меня есть пример страницы Перейти в пример страницы И здесь для каждой страницы Вы тоже задаете обязательно title и description Итак, SEO с вами настройки DV Page Builder мы с вами разобрали Рассмотрели Если вас плагин DV заинтересовал Купить вы его сможете по ссылке в описании к этому видео Покупая DV Таким образом вы поддерживаете меня На этом видео я заканчиваю И увидимся с вами в следующем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok